Всё взял. Вот всё ушло. А что ты не предупредил, что придёшь-то? Ну как не предупредил? Ты же сам это время назначил. Ну ты бы заранее-то и писал, всегда назначил. Ну говори, с кем ты пришёл? Где твой глазок-то? Игнать, ты нас видишь, Игнать? Нет, конечно. Нет? А мы тебя хорошо видим? Ну так и сделай, чтобы я тебя хорошо видел. Игнать, а вы нас слышите, да? Хорошо? Звук есть? Хорошо нас слышите. Ну маленько слышу. Мы тут настроили веб-камеру новую. Сейчас пробуем её поставить, Игнать Тихонович. Чтоб получше видно было. Тогда не надо пока ничего. Ну давай, ставь. Сейчас мы ещё попробуем подстроить чуть-чуть камеру. А то в первый раз её подключаем. Ну давай настраиваем что-нибудь. Так, Игнать Тихонович, а ну-ка смотрите. Игнать, смотри, смотри, смотри. Ну вот такая, разговор другой. О, ну Игнать Тихонович, мир вам. Мир вам, Игнать Тихонович. Володя, мир тебе, Володя. Приветствую, да. Как? Наконец-то свидетельствует, а то сколько мы уже не виделись. Да-да. Доненько. Ой. Ну у вас ещё вопросы какие-то? Есть вопросы вот у Валеры. Есть вопросы. Я вас спрашиваю, вы не против, что всё в интернет выставляется, записываем? Нет, нет, нет. Не против. Давайте, говорите. Давай, давай. Ну Игнать Тихонович, вот вопрос по поводу воскресенья у меня. В тот раз мы его так задавали, но хотелось бы сейчас конкретно услышать. Бывает какой-то свет сильно падает с вашей стороны, там сбоку. Посмотри. Сильно освещение такое белое. А, а ну-ка смотрите вот так. Ну, маленько получше. Как будто. Вот то сильно освещает, прям лицо срезается. Да. Надо свет, чтобы больше впереди был. Ну говори. Ну вот, в общем, в воскресенье-то бывает попросят, там что-нибудь сделать, там помочь. Вот люди, ну не знаешь, как поступить-то. В воскресенье-то у нас день-то посвятить Богу. Ну и в тот же момент думаешь, ну доброе дело сделаешь, поможешь там человеку что-нибудь, поработить там что-нибудь. А вот если тебе за это поленом по башке съездить, ты поймёшь, что да? Пошёл в субботу собирать, там щепки какие-то, его предали смерти. Придали смерти. Зачем рассуждать-то? Если нельзя, значит, я хотел помочь. Ну, он хотел набрать щепок. Ну и всё, и убили его. За то, что нам... У нас же наша Пасха-то во Христе, и воскресенье, значит, говорит о воскресенье его. Какая работа-то? Ты в такие дни работаешь до упаду, и тебе уже воскресенье не дождёшься его, когда ноги протянешь отдохнуть на час пораньше лечь. Не работать. Крайний случай, если ветер сорвал крышу, и дождь мощит. Это понятно. Умер человек, копать могилу, тоже понятно. А так, всё в огороде полоть, так с чем ты отличаешься от неверующих тогда? Не работать. Говорил я тебе, Валерий Северный. Ну, запрет. Запрет на это. Нам зачем на это лезть? Вот возьми адвентисты седьмого дня, субботники, их не заставишь работать. Вот рассказывай таким, он отец таким в армии когда был. У них там адвентист седьмого дня был. Ну, я не пойду работать в субботу. Не пойдёшь, его сажают в карцер. Там на пять дней. Выпускают в субботу. А в субботу он говорит, я не пойду, я в воскресенье буду работать. Нет, ты заставим, гад, работать. Ну, он не работает. Он армию просидел в кутузке и пошёл домой. Дурная власть. Да с него можно было столько намолотить, с этого человека-то. Ну, дай ему субботу отдохнуть и воскресенье. Ну, пусть он дальше работает две смены-то. Дурная власть какая. А надо сломать его, заставить. А он им не покорился, они больше ничего не могли сделать. Он говорит, я один день не могу работать, один. А дальше я могу хоть три смены работать. Давай, все видно. Он достойен уважения, этот человек. Он субботу древнюю так исполняет, а мы воскресенье Христовое не можем исполнить. Тебе можно ходить, у нас принято, ты по грибам можешь, на рыбалку сам для себя, купаться, посещать больных, заниматься Словом Божиим, поехать на прогулку, просто взять ребятишек на лоно природы. Прекрасно. А работать всегда можно найти в другие дни. А вот, допустим, там вот в церкви снег там напал. И перед службой решил там прочистить дорожку, ну, воскресенье. Ну, прощисти, дорожку прощистить какая-то работа, тебе же идти надо-то. Ты говоришь о работе, я про работу говорю. В огороде там что-то, дрова пилить, это в любой день можно сделать. А дорожку прощистить необходимо ее, а как пройти-то? Мы в воскресенье тут также расчищаем. Игнат Тихонович, я имею в виду, вот, попросили, вот там свет, допустим, что-то сломалось. У меня был такой момент, в воскресенье попросили, позвонили. Ну, что именно сломалось-то? Компьютер отремонтируй. Ну, если сломалось колесо у телеги, ты его будешь делать целый день. Отложить на следующий день. Надо же смотреть реально просто. Сломалось, ну что сломалось? Ребятишки футбола выбили окно. Ясно, что надо застеклить. Не будешь же ждать ты понедельника. Сломался там где-то канализация, прорвало. Конечно, надо сделать. Потому что течет. А вот с работы бывает, вызывает, вот какая-нибудь авария там, вот, прорвало, зимой там. И в воскресенье надо же вот совпало. В воскресенье прорвало, надо работать, надо сделать. Прорвало. Затопило, ты спасаешь людей. Это даже и не работа, это прям какая-то МЧС. МЧС, конечно. Ну, то есть благоразумие должно быть, и рассудительность. Об этом молился, не лиши меня здравомысля и рассудительности. Но все вопросы, ну, просто понимать надо, надо хранить по возможности воскресный день. Хранить, не работать. Ходить в храм Божий, считать Слово Божие, посещать больных. Тебе времени не хватит даже. Пойти на благовестие, вот у нас идут ребята. У нас весь день заняты. Собрания, занятия, литургия сегодня. Пока что, и глядишь, уже и вечер. У меня не хватает, так все. Так, еще что, заговорились, не будь лукавым. Если ты спросил, тебе ответили, больше никогда не задавай вопрос, выполняй. Прорвало, это надо. Ясно дело. Но если просто обыкновенное, сказать, у меня стенка в гараже недоложенная. Ну, помоги мне, ни под каким видом. Да, да, да. Чрезвычайные там. Да, надо смотреть, чрезвычайно. Без этого, иначе это будет неумно. Неумно просто. Бывает человек, это воскресенье, я не езжу. А он заболел, она, надо везти там в больницу. Садись и вези, хоть на себе тащи. Дальше поехали. Игнатий, вот это самое, вот в церкви у нас проблемное сейчас вот такое. Сегодня на занятиях были люди, вот, несколько человек. Но у нас тут пурга такая, метель, и не все пришли. Вот. И двое там сильно противятся. Батюшки все время жалуются на меня. Вот где-то что-то в интернете нашли, вот, знаю, что я общаюсь с тобой, да и книги, все такое вот. Вот, говорит, что это, ну, сектант, он церковь оскверняет здесь, ну, на меня вот так. И батюшки все время жужжат, а батюшка никак это не принимает. Он их это самое. Ну, основная масса и ходят на занятия. А вот эти двое все там переворачивают, все шушукают, все. Каждый день почти жалуют, звонят батюшке, вот это вот что. Алексей там, он связан там с нехорошими, там, людьми вот общаются. И вот сейчас вот это учение, вот это все приносит, как бы, это, знаешь, ну, сектантское учение, не то вот совсем. Читаем блаженного Пеофилакта, я говорю, ну, в чем вот здесь, вы можете, к чему придраться? Пеофилакт, он кто, православный или неправославный? Он кто? Есть-то. Вот. Ну, как, специально женщина одну там взяла, распечатала о Пеофилакте всю его историю, историческую деятельность христианскую, все, все характеристики про него собрали специально, чтобы вы вот им это самое. Нате, читайте, вот, ну, сейчас к чему вы можете придраться? Мы, чего не так делаем-то? Читаем блаженного Пеофилакта, православный, такое, это самое, толкование его православное, и все, святые отцы упоминают часто Иоанна Златоуса, опираясь тоже на него. Что, сейчас, вот, что, вы сейчас скажите конкретно, что я не так делаю? Здесь сектор, здесь вы видите-то, вот. Ну, такие вот разговоры у нас. А сегодня не пришли. Вот, пришли те, которые постоянно ходят на занятия, а те вот, две женщины, там не две, там их три. Они баламутят все. Батюшку выводят из себя, тот бегает, злится, что вот такое. Батюшка ходит, ну, настоять на том, чтобы все же вот эти занятия шли по блаженному Пеофилакту и все вот это вот, вспомогательная там какая литература, что все занятия шли, и чтобы люди занимались. Вот, чувствуется, занимаемся, но ничего они не знают абсолютно. Вот так вот. Православные есть православные. Записочку знают, как подать, свечки как подать за упокой, и все. Больше они ничего не знают. Обрядовая сторона, больше там ничего не видно. Все. И пустые, как барабаны. Ну, а ты знаешь, ты что, хорошее дело делаешь? А если ты делаешь хорошее дело, благочестивое, Писание говорит, будет гоним их. Чего ты удивляешься-то? Ну, их не будет, ладно, давай. Сегодня их троих не было. Каким-то путем сумели от них избавиться. Завтра из тех, которые с тобой бывают, четверо против тебя поднимутся. Может и так быть. Ну, как это так? У меня сестра пасет коров. Ну, одна корова везде. Другие лягут, она одна пошла, другие поднимаются за ней. Но до того, говорит, она противная. Куда бы деть? Вот там у нас Миша один. И вдруг в соседней деревне приехал покупать корову. Я, говорит, так обрадовалась. Купили. Завтра выгоняю корову. Другая, говорит, диакона корова, говорит, точно такая же стала за ночь. Поперла в другую сторону. Кое-как ее где-то там избавились от ней. Вдруг, говорит, в моем дворе моя корова начала такая же быть. Один монах очень недоволен был своими сотрудниками. И у него было так. Их 13 человек, 6 было за него, а 7 было за него, а 6 против. Ну, ему это не нравилось сильно. Ничего не мог сделать. Ну, он тогда переехал на другой остров. Там тоже 13. Но теперь уже 7 было против, а 6 только за него. Уже ничего нельзя сделать. Господь любит нас и поэтому допускает гонения. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Ты же считаешь блаженство. Если тебя гонят и злословят, это означает, ты на правильном пути стоишь. Тебя Бог любит и дает тебе гонителей, чтобы увеличить твою награду. Игнатий, вопрос мы задавали тебе насчет парикмахерской. Вот Люда, что это самое, задавала вопрос, что работать, не работать, как там. Ну, это самое, просто по писанию, если ты, то это не работать, понятно. А сейчас вот ей такая работа попадается, ну, вахтовый метод, совсем другая. Есть возможность вот там подзаработать и рассчитаться за все, за долги. Но это работа, там никакого греха в той работе нет. Это, ну, ездить надо на семер, это значит дома оставлять, вот семья дома там, ну, с матерью оставляет, она и... Вот, а сама едет, вахтовый метод там на полмесяца или как? Как ты вот думаешь, можно это или как? Ну, она на полмесяца едет, а потом как, полмесяца дома? Да, нет, она не на полмесяца, она едет на два с половиной, да? На два с половиной месяца. А там церковь есть? Нету. Конечно, это плоховато. На два с половиной месяца ни родных, ни близких, ни друзей тяжело ей будет там. Если она крепко верит, то ей это не помешает. Она устоит. А если вообще ничего нету, ни считать, ни молиться тяжело, я бы не поехал. Хотя греха в этом нет. Ну, греха в этом нет, но есть это возможность, что вот это вот, не стричь там женщину, все, нашлась замена ее работе, это как бы мы думали, что не надо упускать, это может Господь посылает вот так, что... Тут, понимаешь, нет, все скрыто в продолжительности, если нет церковь, там люди. Там никого нет, она начала работать, появится, может, кому-то будет свидетельствовать. Одна, два, три человека, она может там вести занятия уже. Тут надо быть осторожным в таких советах. Где-то вот не работать определенно, это уже необычная работа, там бывает где-то. И здесь-то похожее состояние. Если она ездит, ей нужны деньги, работа нравится, ее не заставляет что-то там без платка ходить или что. Не противоречивая, чтобы где она была, ей можно было держать Библию с собой, там, что общежитие или как. Ну, надо на месте смотреть. Я знаю как. Вот я обратился, когда работал на корабле, а корабль еще в море, убрикой. Ну, я все в свободное время писал, считал, письма там запечатывал. Ну, и говорил со своими. Я очень море люблю, а учусь в высшем мореходном училище. Это мне прямо до того нравилось. А которые, где я был в доме, обратился, они говорят, так ты работай, говорю. Тебя Господь позовет, ты уйдешь. Еще месяца полтора прошло, мне стало все помаленько от меня отходить это дело. И я ушел с твоей работы. Вот так. Так, Нина, опять с Ниной разговариваю, опять тебе поклон большой, от Валентины тебе поклон. Принимаю, благодарю, передайте им. Да, передаем, да. Игорь Тихонович, вот вопрос тоже. Как поступать, вот, допустим, просит человек на работе, вот, ты мне займи там денег-то, вот, ну, что там есть. А занял ему, теперь проходит месяц, он, ну, молчит, в общем, никаких движений у него насчет того, чтобы отдать, как-то, ну, думаешь, подождешь еще, там, второй месяц подождал тоже никаких. В общем, забыл человек. В писании написано, что не требуй назад, он на это имеет в виду. Да, вот, ну, в писании написано, отдавшему, не требуй назад, а тут такой момент, ну, а вдруг, вот, если человек, допустим, просто забыл, и как-то напомнить ему надо бы, или как бы по писанию, или промолчать, он оставил. Деньги взаимаются. Занял человеку, занял. А вы его знали, этого человека, даете-то, зачем? Начальник, начальник его. Да, еще и начальник тому же. А на что он брал? Ну, кредит погасить, Георгий, там, кредит мне, в общем, нечего. Не надо, кредит, это означает деньги уже с процентами, я бы не дал. Я когда на работе работал, у меня 32 человека в долг брали, 32. Я у них был как банк какой, потому что кроме работы, я еще 2-3 работы делал, у меня деньги были всегда, большие деньги. Я неукротимый был, у меня почти 3 нормы выработка была, все время. Ну, и приходят, я узнаю, они дают обратно. А если она задержала, не вовремя не отдала, я спрашиваю, почему. Другая пришла там, мне надо купить шапку, женская шапка. Я говорю, это у тебя хорошее, тебе не нужно. А один подошел и говорит, у меня тетка умерла в деревне, вот поехать надо, а сейчас до получки нет. Я говорю, не обманываешь? Нет, ну я ему дал, верну, говорит, сейчас с получки-то. А жена пришла, а где Ваня? Я говорю, так он к тетке поехал. Какой тетке? Ну, хоронить. Ой-ой-ой, говорит, так она живая, говорит. Он обманул ее. Ему надо было... И как он отдал деньги-то, а в следующий раз пришел, я говорю, тебе зачем деньги-то? Уже не дам. Ты один раз обманул, а почему ты 2 раза не обманешь? И который вовремя не отдает, я не дам, пока он не отдаст. А когда отдаст деньги мои, должен-то, я ему тогда говорю, а раз ты не отдаешь, больше не получишь. Все. Я ему и говорил, я говорю, он в 2 раза больше тебе зарабатывает, а ты ему напомнить не хочешь. Напомни, скажи, пускай отдаст. Нет, ты подойди и скажи. Если долго не отдавал, почему деньги нет? Я скажу, вам деньги дал, мне самому нужны. Это законно, моя добыча. Писание требует, не требует, назад, вот так как понятие. Ну делай по Писанию как есть, что значит не требует, а назад, еще разберись. Взявши у тебя, посмотри, о чем там говорится, сходится с твоим или нет. Он кредит берет, так ты за него кредит тянешь. Кому? Евреем работаешь, это еврейские кредиты-то. Ну и гони деньги на Израиль, тебе надо это. Там речь идет о том, что человек, который взял на хлеб, ему есть нечего. Ну не требуй назад, у него и нет, он проел и больше ничего нет. Он голодный был. Или многодетный какой-то, ты помог ему, он там мешок, гороху купил. И взять, отдать не за что. Ничего нет. Надо же понимать, о чем речь идет. Я ему также объяснял, что если человеку он бедный и нечего отдать тебе, вот здесь не требуй назад. А если он в два раза больше зарабатывает, как не требовать? Напомнить ему надо, то рассказать. Я на улице стою, сосед подошел. А мне дайте вот то-то, что-то, что-то, шланг, я в воду думаю закачивать. Я говорю, так ты купи. А у меня не на что дать, я только закачаю принесу. Я говорю, нет. Если тебе дать, я тебе задаю совсем во имя Христа. Забери, а я себе куплю. Да нет, мне так не надо. Ну тогда до свидания. Чтобы я давал вещь, ты портил, а я бы давал. Зачем? Я тебе просто дам его, как бедному человеку. Тут надо смотреть, что за человек, на что ему требуется. Благоразумно поступать. Если у него нужда заставила, так вот, то и... Стребуй с него. Ты мне должен. Я верни... А то ему птичу покажи. Говорит, он должен был сто динариев. Он схватил и душил его. А то задушу тебя, скажи, отдай деньги. Ну вот так это напомнил, через три месяца. Он говорит, ой, я забыл, и тоже сразу отдал, и все. Так вот. Я не знаю как. Как какие-то вопросы у вас такие прям нехудышные. Но само дело показывает. Давайте хорошие вопросы-то. А что-то жизненное у вас, нежизненное. Он просит. Да только делов. Ему больше делать нечего. Пусть просит, стоит. А ты иди своей дорогой. Раз обманывает и кредит. Кредит у нас в уставе в деревне запрещено брать. Запрещено. Тут один взял, вот знакомый у меня в Барнауле. Отдать не может. Сто тысяч должен, а сейчас уже двести пятьдесят. И, конечно, еврей, он умнее тебя. А у нас закон не брать. Я сегодня рассказывал, как я учился. Отец вот так вот без руки, левой руки нету его. И десять ребятишек, живых десять. Это было двенадцать. Мне надо учиться, а я учиться не хочу. Я пошел лошадей пасти. Мне нравится лошадей пасти. Отец настоял, езжай в город. Ну, дали сколько там, три рубля или пять рублей. А билет до города два тридцать был. Вот на остальное живи, куда? Я на вокзал пошел, кому-то чемоданы потащить, что-то сделать. Я должен все время себе зарабатывать. В воскресный день хозяин рыбачил. Мы вдвоем с товарищем поехали, наловили больше там двух ведер рыбы. Продать маленько, что-то будет. Ничего нету. И жили. Жили. Я никогда в долг не брал. Пенсия, не пенсия, а стипендия была у меня двадцать шесть рублей. Шесть рублей за квартиру, а на двадцать проживи. Ну, кирпич, шлеба, шестнадцать копеек. Я делил так, чтобы не занимать. Я, знаешь, займу, то со следующего у меня уже двадцать не будет. Я должен долг отдать. Поэтому никогда никому не был должен. Никогда и никому. Вот и все. А он нуждается. Да я в долг и не даю. Я узнаю, что нуждался. Я просто помогу ему. Отдал деньги и с концом я и не требую назад. По слову Божьему, голова должна работать. Вот я тебе опыт рассказываю, а ты сам уже смотри как. Я тебе говорю, если он по-настоящему нуждается человек, кому помочь можно. Ну вот он расписку вам дал, а деньги? Да нет, как-то так, по знакомству-то просто. Ну, по знакомству, значит, теперь облизывайся, вокруг ходи. Тем более, как часто видимся. А он просто забыл вот так, и все. Ну, напомню. Это у нас старостный деревник. Ему там один обратился, грешки надо. Сколько он дал-то ему? То ли 40 тонн или что-то такое вот. Ну, много. А он расписку написал. А теперь, говорит, я не брал расписку. Это просто я на бумажке расписался, посмотреть, какой мой почерк. Ее сейчас в суд подали. Я не знаю, решили в его пользу. Нет, не отдает. Потеряевки когда селились, там тоже фермер был. У батюшки деньги попросил, по сегодняшний день отдал. Я говорю, зачем же ты давал-то? У него все есть, у тебя ничего нет. А он на эти деньги построил там дом, говорит, самый большой, наверное, в деревне-то. Кому-то что-то еще брал. Ну, ему присудили там, из дома не выгонят. Машину отдать. Она машина старенькая, что ты с ней будешь делать-то? Он везде она занимал. А зачем же ты давал? Не давал просящего. Надо смотреть, куда просит. Он как грабитель. Ну, тут тоже надо благоразумие и рассудительность должна быть. Добродетели, покажите рассудительность. Добродетели. Рассуди, надо или не надо помогать. Добродетели, в смысле, в домах своих делах. Ну, говори. Ну, что, вот это вот. Сегодня женщина это звал с собой. Я говорю, ну, пойдемте вот, побеседуйте с ним сами там, увидите, как и что. Да, вот неудобно, да не можем, мы не знаем, как что сказать. Ну, и постеснялись, не пошли со мной. Вот с которыми, которые на занятия ходят. Видишь, ты немножко начал работать, и уже понимаешь, что работать с народом очень непросто. Очень. Тут надо много талантов иметь. Быть верным, стойким. И ты увидишь, какое состояние людей. Страшное состояние. А попы этого не видят. Они слепые. И глухые. Притом. Нет, ну, тут и особого таланта не надо. То, что они пустые, и ничего не понимают, кроме того, обрядовой стороны, тут и так видно сразу все. Вот, когда вот на занятиях с ними занимаешься, да. Для этого занятия проводишь, чтобы они начали хоть все-таки понимать, и в чем сущность-то. Ну, в чем. Работай, смотри, как. Да. Заинтересуй. Вот по третьему тому, открытым оком. Вот и работай. Работаем. Работаем. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Еще вопросы есть? Ну, пока нету. Ну, все тогда. С Богом. С Богом. Спасибо, Господь. Спасибо, Христос. Давайте, смотрите, у нас сегодня собрание какое было. Собрание прослушайте. С Богом. С Богом. Чтобы все хорошо было. Пославим. С Богом. Все отходит, да. Давай. Ну, все. Неконкретная беседа. Таких насущных, конкретных вопросов нету. Чмакали-чмакали сидели и все это самое. Ничего серьезного нет. Почему вы сами-то не хотите за себя поговорить и узнать? Может, это не на это? Не научат платформу. Чисто только подниму. Я когда-то, я две недели работала очень, ну, нет, да, тут все. Это Люда, подожди, вот ты мне теперь объяснишь. Все, вот я с работой, я чувствую, как я, что ты все передумал. На базу не хочешь, и не подойдет. Нет, меня перетягивают в эту... Ну, ты как, ну, вообще-то в мысли, что у тебя? Я жду результат просто. Да? Я жду результат. Завтра, послезав. Ты поедешь в лесоковку насчет документов? Не я, женщина там. Женщина, она будет. Она уже ездит, она с одной на другую перепрыгивает. Она с тобой вместе хочет ездить, так? Ну, да. Попробуй. И, что Игнатия говорит, это не грех, это нормально все. Сколько он пока застал, у тебя тебя желание? Ну, желательно. Я не верю, что если ты туда приехал, что там церкви нет. Вот это я не верю. А, да нет. Ты занятия начнешь же, занятия восемь ты пропустишь. Не восемь, а десять занятий. Четыре месяца, четыре недели. Четыре недели? Нет, четыре. Я вам говорю, у меня зовут другого. У меня зовут, нет уже. Со мной никто не едет, я одна боюсь ехать на семье. Одна? Ну, желательно, чтобы с кем не уйдать. Правильно. Аскар, а ты вообще здесь сначала попробуй, потом туда попрешься. Ты и я. Вообще, я посмотрю, что ты куски. Да, прям я одна боюсь. Да, я одна поеду. Мы на связь с игратьем тут, выйдем все, молиться за тебя будем, так что это самое. Я потом расскажу вам. Окей. Ты расскажешь, а куда ты денешься? Ты возьми с тобой гучей. Да простите, я еще не уехала. Ну, а с тобой переговариваться-то можно было. Телефон, когда встанк, звонить на сотку и все. Ну, на сотку придет встанк, на сотку вроде. Да, это если вместо тебя, вот этого, застар, что я стою, да. Да, блин, я еще не еду. Только узнают все. Нет, ну, все, это я... Ну, могу все недели решить, если получится все так быстро, но больше. Кого за себя оставляют? Да не знаю, я ничего, еще об этом не думаю. Ну, она вроде взрослая такая, нормальная девчонка. Вы придете, будет, вот эти дети на хранят. Что вам делать? Пускай звонит, прям взравно, все, надо, прибежим, а все. Все, помочь, все, сделать, конечно, поможем, если надо будет. Да, вот. Блин, кем женщина там на кухне? На кухне? Игнати, и я так же тебя сказал, Игнати, я думаю, не противиться никак. И я вот точно так и говорил. У кого? Вот, может, там, вот, вот это вот все. Вот у тебя. Здрасте, они поставят главный. Будешь, там, купишь. А, насчет парикмахерской, еще что-то надумал. Да, брат у меня уже учился делать. Какой маленький, такой кухня там, что такое. Семь, едут, едут, у меня сосед приехал. Насчет парикмахерской, еще надо думать. Сейчас все равно думать. Как кому оставить, что-то? Да ничего, если на месяц старый, и все. За кровавую. Ну, вообще, надо конкретно ко всему, что подойдет. Да, я много людей туда уже отвезла. Многие туда сбегают. Не нравится. Сбегают? Ну, второй раз никто не едет. А на север? Там 12 часов постоянно на ногах живут. Потому что все на север едут. Там условно лучше. Все, как улетают. Поехали, наверное, на север. Уже много лучше. Ну, когда-то серьезно только раз. Не, я думаю, уехали. За три месяца, как уедем. Да, мы сейчас сидим. 15 дней в неделю. Коля. Учатся 6 дней туда, 6 дней обратно, дорога. Дальше 20-20 месяцев. Коля, никого не за 6 дней туда, 6 дней, конечно. Это пундра, ничего, что, да? Это кто-то учат там. Творец на самолете, там пересадка идет. Можешь посмотреть. Там дорога вся младшая. Сверху квадратик, а вот это тут два самолета. Они не будут, я думаю, позволяем. Это что там? Как называется место? Новый Ренгой? Новый Ренгой? Могут Магаданскать, могут Новый Ренгой, могут... Ну, что там между ними? Хантамансийский. Да. Хантамансийский, это новый округ. Там видишь, я смотрел тогда. Нашелька по нас с Сережей. Чем крайне с Сережей Хантамансийский. Там все тут, да, везде, и вверху. Водят такие. Белые или какие, или красные? Белые там уже по классам ехали. Я Наташка говорю, что ты медведя боишься? Приехали. Я ее, короче, туда звала. Она говорит, давай сначала суббатствуем. Не знаю, давай суббатствуем. Идет мне. Есть знакомые с людьми без работы? Поехали, она боится. Да не, я сейчас тоже без работы. Чем нет? Это еще может я дома-то буду. А где-то в гости? Да, тоже поеду, а чем? Меня этот сосед звал. А он куда тебя звал? Вот на Уренгое. На двоем поедете, вы браться обои, и ты, и завет, и обои будете пропускать. Так мой, можешь и там бы увезти. Заниматься будешь? Ну, то в Дубасе-то выкинуто, иди. Ну, вот, дырил свой новый завет такой красный. Не, ну там хоть Россия. Но тут Казахстан, ну-ка, знаете, ну-ка, вот она. Ну, вот такой вот, а вот, нравится. Видишь, на Косаковку, Валера, отдаешь свое резюме, заставляешь, и все это не то, а как раз вызывается, вот это просто, а как раз вызывается. А может, ему не надо это не ездить? Нет, у меня корочка есть, собачки, они не вонюют. В принципе, там развиваются. Ну, там, конечно, появится заново за экзамен, вызывай. Ну, наши много язвоков. И монтажниками, да? Электрики, монтажники. И монтажниками, так, чтобы не лезьте. Вот такая язвокова три месяца. Вот наш край в страну. Развалится целый язвоков. Не будет. Чувак? Да? Ну, развалится. Ну, разговариваем, что мы собираем, что мы собираем. Может, приедет. Вот Кустанай наш, а вот Хантанансийск. А Новый Уренгорь? Теперь сейчас поднимемся выше. Новый Уренгорь, он, в общем, возле вашего моря. А, там вообще далеко. Там два раза на самолете, два раза на автобусе, на поезде. На каких-то перекладных. Там всю Москву, Самару, все эти города. Салихар. Пролетаешь, проезжаешь. Салихар. Там такая экскурсия. Я говорю, о, вы куда там. И там все оплачивается туда. Вот Новый Уренгорь. Вот он. Вот море. Вот Новый Уренгорь. А мы вот сюда, вниз идем. Вот идем, идем. Вот Сургут только появился. Вот Хантамансийск. Так что здесь забираться? Вот Тобольск наш, вот Тюмень. Курган. И вот только Кустанай появился. Да там тысячи две с половиной, если не три. А ну-ка, сейчас я попробую. Больше. Сейчас, сейчас, я узнаю этот маршрут. Машрут. У нас пять тысяч. Сейчас, сейчас, сейчас. Три, это только до Кустана. Ну, там рядышком. Вот. Сижу, через. Подожди, а кто там? Просто? У нас одна техночка появилась? Может, что? Видео. Записи просто нет. Ах ты. А это либо случайно вывалившись? А мы там появились, я не знаю. Еще и выгодами тут. А что-то такого? Визуализация. А звука почему не было? Так, сейчас, не надо. Новый Уренгой. Станция. Город, округ Новый Уренгой. Аэропорт, линия, линия. Две тысячи километров. Две тысячи. Это как до Москвы. Они в Москву проезжали. Они на автобусе прямо через Москву ехали. Нет. Вот это здесь, а Москва вот она. Вот где Москва. Это они в Москву, чтобы на самолете туда. А, они через Волгоград круче делали. Да, через Волгоград. А смотри, где Волгоград. Смотри, где Волгоград находится. В Волгограде первое. В автобусе там видео я рассмотрела. Они еще в Москве лежали. В Волгограде они были и там улетали. В Сабарах, в Саратове.